Роза белая, а любовь не спелая, не взглянула, обрекла черные глаза. В коллективе ансамбля «Вольница» все потомственные казаки. Одних привела случайность, других свела судьба. Третьи пошли по стопам родителей и теперь выступают вместе. Выход на сцену в прямом смысле – семейное дело. В репертуаре артистов больше 70 произведений, каждая отражает дикий дух народа. У нас коллектив как семья дружная, целая семья. Но в нашей дружной семье, в целом коллектив – это семья наша. Есть еще семейные парочки, скажем так. У меня супруга тоже со мной будет вместе. Помимо казаков, на сцене Дворца искусств выходят цыгане, евреи, молдаване, немцы и армяне. Всего 13 представителей народов мира. Все они участники областного тура фестиваля национальных культур. Творческие коллективы и сольные исполнители съезжаются в Бобруйск со всего региона. Отборочные туры для чего проводятся? Для того, чтобы выбрать самые яркие коллективы, чтобы показать многонациональность нашей страны. Потому что это очень интересно, это очень занимательно, это очень вдохновляюще, то, что люди живут, так сказать, в другой национальности, на другой территории, свое искусство несут, и свои песни, и свои танцы, и традиции, и кухню, и костюмы. И все это сохраняется. Фестиваль проходит уже в 13-й раз. И, как всегда, главный критерий для участников – номера должны полностью отражать особенности национальной культуры. За отбором следит компетентное жюри. Это представители коллективов и ведущих вузов страны, состоявшиеся артисты. Были внесены изменения к этому году. Если ранее могли участвовать коллективы нашего белорусского происхождения, которые изучают данную культуру того либо иного народа и принимали участие в фестивале, то с этого года участниками являются только носители данной их национальности. Концертная программа – лишь часть отбора. В одном из залов Дворца искусства развернулась выставка. Украшения из бирюзы, оружие и деревянные изделия. Здесь же импровизированный шведский стол. Татарские очпочмаки, баварские колбаски, казачий походный пирог. В Тейглах – традиционный еврейский десерт. Это шарики из теста в медовом сиропе, сверху посыпанный маком. Блюда готовят на свадьбу или Новый год, чтобы жизнь была слаще. Следующий отборочный тур ждет Гомельскую область. Финальный этап фестиваля – грандиозный концерт в Гродно. Он намечен на июнь 2022-го. Праздник пройдет на многих площадках города и объединит представителей всех регионов Беларуси. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.